Да, так вот, наследие Римской империи далеко не сразу проели. Проели в итоге. И наступают по-настоящему темные века, когда у вас вдруг раз, и грабить-то уже больше нечего, если вы, конечно, не живете в самом Риме, там, по крайней мере, можно мрамора, кирпичей и чего-нибудь еще набрать на развалинах города, и у вас есть крестьяне, которые пашут землю, и есть милиция. То есть, народное ополчение, которое должно решать какие-то силовые проблемы, которые решать нужно чуть ли не каждый год, какие-нибудь венгры, вот только что викингов упомянули, викинги, авары чуть раньше, просто соседи, которые хотят что-нибудь забрать. Ну, и в углове этого ополчения стоит местный сеньор, которому когда-то давно, точнее, не ему, а его какому-нибудь прапрадеду из римского центра, где-нибудь, не знаю, в Нарбонне или в Марселе, или в Ландине, из старого римского центра был давно дан мандат. Ты решай проблемы сам, мы к тебе легион не пришлем, ты теперь легион, вот все, что есть, это ты. Ты решаешь, и поэтому у него получается очень серьезная власть, потому что так как кроме него эти проблемы решить никто не может и не будет, он постепенно делается самовластный господин вместо короля, только вот такого масштаба. Это совершенно был чудовищный удар, с одной стороны, с другой стороны, это был зачаток того, из-за чего Европа в конце концов стала очень сильно великой. Гигантская разность принятия решений. То есть, невозможно принять одного слитного неправильного решения, потому что сто сеньоров примут неправильное решение, их перебьют, а тысячи сеньоров, посмотрев на вот эти вот неудачи, они скажут, что нет, мы так делать и не будем. Нет, мы даже не собирались, мы точно знали, что получится плохо. Ну, посмотрите на этих козлов. И мы не будем так делать, будем делать совершенно иначе. И делали иначе, и таким образом постепенно, как палкой в темноте, нащупывали чисто эмпирически дорогу, которая могла привести хотя бы не к катастрофе. Причем кого? Региона. Большого европейского региона. Потому, что катастрофы в локальном смысле случались постоянно. Это и были те тычки палкой в темноте. Но вот складывается совершенно уникальная для того времени ситуация. В чем уникальность? А уникальность-то ровно в том, что да, в античности, в классической и поздней античности военное дело играло огромную роль. А когда оно, собственно, не играло огромной роли? Но это же была часть надстройки. Помимо этого было еще очень много чего, на что можно было и страстить собственные ресурсы. А вот тут очень надолго получается, что вообще все общество и вся экономика, в принципе, работает на человека в доспехах и на коне. Этих людей процент. Один процент от всего населения Европы. Причем это я, наверное, сейчас сказал процент. Имею в виду их жен, детей, дедушек и бабушек. Семьи. Да, то есть семьями. Самих-то непосредственно людей, которые могут вручную воевать, их еще меньше было, естественно. Треть от процента. Вот треть процента это люди, на которых работает вообще все. Если мы взглянем на военные траты Римской империи, кстати говоря, нашел одну хорошую книжку, даже не одну книжку, я их так сконсолидировал, скоро сделаю ролик по военным тратам Римской империи. В смысле зарплат сколько получалось. Они, забегая вперед, сейчас я не буду конкретных цифр говорить, они все равно вам не скажут ничего, потому что их нужно привязывать к цене серебра, к цене на продукты питания того времени. Скажем просто, они чудовищные. То есть, такого... Господи, когда смотришь на военные траты Римской империи, ты понимаешь, ну, где-нибудь времен раннего принципата. Вот там август и непосредственно сразу после. Уже даже тогда, если не говорю про императора Трояна какого-нибудь. Тогда военные траты Римской империи только на зарплаты легионам были такого размера, что, например, военные траты Ивана Грозного... Хотя, казалось бы, это даже не смешно. То есть, да, да, тратил Иван Грозный очень много, это в самом деле очень много, но как только ты представишь, сколько тратили при августе его наследниках... Ну, там так, только на зарплату легионам что-то по четыре с половиной тонны денег в год уходило. Не считая расходов на поддержание крепостей, военных дорог, закупку военного снаряжения и тупо кормежку. Ну, и, кстати говоря, перевозку всякого добра туда-сюда. А, это я еще про флот ничего не вспомнил. Это пока только сухопутная армия. Вот четыре с половиной тонны уходило денег. И на каждого отдельного солдата приходилась недушная сумма. Совершенно недушная сумма. Как только мы перешагиваем в те самые темные века, мы понимаем, что такие расходы невозможны, потому что их некому нести. То есть, нет того самого государства, которое будет зарплату платить всем. При этом, парадоксальным образом, на круг всей Западной Европы расходы уменьшились только в том смысле, что военных стало меньше. И людей стало меньше, и военных стало меньше. Но пропорционально на каждого военного расходы чудовищно увеличились. Просто чудовищно. Военный стал гораздо дороже, чем был в среднем в Римской империи. Ну, то есть, как если бы вдруг вся римская армия стала укомплектована какими-то элитными катафрактариями, которые стоят как истребители. Такие были люди в Римской империи? Конечно, были. Но тут теперь все такие. И других военных просто нет. Хорошо получилось. Да. Конечно, если мы опять же смотрим на вот этот излет античного эха в Средневековье, то мы отчетливо понимаем, что еще вполне собираются народные ополчения. Еще вполне есть, например, те же варвары. То есть, викинги. Это прям настоящие варвары. Или почти полное отражение гунов. Это венгры. Вот их же за гунов считали вообще-то сразу. И даже так и называли прямо периодически. Это жгуны. Хотя на самом деле это были мадьярские морды. Это были финны. Ямало-Веневский автономный округ нагрянул на равнины Панонии. То есть, вроде бы все очень похоже. Но постепенно и все быстрее. Чем дальше, тем быстрее. Из-за как раз того, что территории сами по себе очень невелики, все начинает скатываться в некую элитарность. И мы видим, что остаются в конце концов главным действующим лицом на ближайшие вторую половину XI, XII, XIII, первую половину XIV века. То есть, на 300 полных лет. А это главный действующий персонаж вообще всего развитого средневековья в Западной Европе. Это всадник со стременами в доспехах и с копьем. Ради которого работает, повторяюсь, вся экономика Европы. Причем не только для обеспечения его военной готовности. Хотя, конечно, это самое главное. Но через него начинает транслироваться вся культура. Вся культура обслуживает в большом... Ну, такая высокоразвитая культура обслуживает именно этого человека. Или им же и производится. Архитектура. Оно ради этого человека. Ну, конечно, им она не производится. Но однозначно совершенно для обслуживания его нужд. В первую очередь военных. Но не только. То есть, такого не было никогда в истории Европы. Чтобы, наверное, кроме темных веков, бронзового века. Какого-нибудь XII-XI веков до нашей эры. Там, видимо, что-то было похожее. Времена бронзового коллапса. Так называемого в Средиземноморском регионе. То есть, там, возможно, было что-то такое же аналогичное. Когда были раздроблены все существующие империи или крупные государства, которые находились в регионе. Начиная с Ахейской Греции. Заканчивая Египтом. Даже Ассирийской империей. Финикии. Уничтожено было все. Египет только уцелел. Потому, что забежал от берегов. В центр Нила. А Нила дает бесконечную еду. Поэтому египтяне, в общем, как что-то слитное, единое целое уцелели. Сохранив письменность и все, что положено государству. Ну, вот что-то похожее случилось. Причем эти темные века были, конечно, гораздо страшнее, чем темные века, наступившие после Рима. Потому, что в бронзовом веке была утрачена целиком вся письменность. Кроме египетской. То есть, была письменность. Ее не стало. Нигде. А значит, люди были крепко заняты выживанием. Им просто нечего стало записывать. Что тут писать? И так все понятно. Да. Вот века до... Получается, века до девятого до нашей эры 200 лет продолжался этот кошмар. А тут все-таки, извините, латынь-то никуда не делась. Латынь как была, так она и осталась. Более того, никто и не знал, что они прямо сейчас портят ее на состоянии французского языка. Все думали, что они просто нормально в латыни общаются. В монастырях сохранились книги. То есть, римская культура, по большому счету, она не пропала. Она была сильно трансформирована, но она осталась. Остались грамотные люди. В конце концов, наступил на короткий момент Каролинский ренессанс. Изобрели, например, в письменности Каролинский минускул. Потом уже в гуманистическую эпоху в 16 веке в Италии решили, что это как раз настоящий римский подчерк. И вот нужно писать таким шрифтом, а не как вот вы своим ублюдочным готическим письмом, от которого там две книжки прочел и уже наполовину ослеп. Посмотрите, какие у нас круглые красивые буквы. Как настоящие римляне писали. Они не знали, что это при Карле Великом было изобретено. И при его наследниках. Думали, что это так римляне писали. Нет, римляне тоже писали очень помойно. Без разрывов в предложениях, без знаков припинания, кошмарными шрифтами, Каролинский минускул, это было высокое достижение. Да. Римляне. Римляне. Римляне.